Слава Иисусу Христу Дорогой Учитель, Ты собрал нас вместе Христиан Разных церквей Разных деноминаций Бог Всемогущий И мы собрали здесь Во имя Твое Во имя Иисуса Христа Боже наш У нас разные матери Но Ты у нас один Отец Бог Всемогущий Благослови нас Господь Благослови Церковь Свою Благослови Господь Сегодня И учи нас Боже на примерах из истории христианства Господь, учи нас сегодня Мы нуждаемся Божьим В том, чтобы Учиться на примерах Из истории Боже Не грешить пред Тобою Учиться на ошибках Прошлых поколений Господь Передавших нам эстафету Боже И подражать вере их Господь Господь, как они Верили в Тебя Дошли до конца Господь Помоги нам Сегодня христиан 21-го столетия Боже Наше это поприще Доблестно пройти И прославить Тебя На этой земле И в вечности Аминь Слава Иисусу Христу Нашему Господу Богу Спасителю Аминь Пожалуйста, переставайтесь Вослюбленные братья и сестры Всех вас приветствую Благословляю Именем Иисуса Христа Продолжается семинар История христианства История христианской церкви Уроки из истории церкви И те, кто не были вчера И те, кто были Также приветствую Приветствую Те, кто сейчас подключился Порядка 50 человек Сейчас смотрят онлайн И это разные люди В общем-то трансляцию Сегодняшнюю и завтрашнюю Тоже планирую ввести Вот на Майл.ру Там же Видеомайл.ру Инбокс и лайфчорч Там есть много видео Мои проповеди И семинаров Прежних семинаров Записи Надеюсь, что Там же будут И вот эти семинары Даже выставлены В записи А пока идет трансляция Там И подключаются люди Разные Православные Протестанты Католики Атеисты Мусульмане Очень разные люди Интересуются Задают вопросы Пишут И Также спасибо тем Кто писал вчера записки И сегодня Даже уже есть записка И я постараюсь Отвечать на ваши вопросы Хотя Я так рассуждаю Ознакомившись С вчерашними вопросами Что По ходу семинара В общем-то Ответы прозвучат Потому что Это есть в планах Этого семинара Как раз Ответесь на некоторые Эти вопросы Уже получается И Дорогие друзья История христианской церкви Вчера было некое вступление И Я говорил О самом начале Самых основах О том Что наш фундамент Это сам Иисус Христос И глава церкви Сам Иисус Христос И давайте друзья По порядку С самого начала Откуда Начиналась церковь С первых шагов Домашним заданием К сегодняшнему вечеру Может быть Очень смело названа Книга Деяния апостолов Деяния апостолов Рассказывает нам О первых шагах Истории христианства Истории церкви Я думаю Большинство присутствующих Читали Деяния апостолов Читают Библию Изучают Слово Божье Те кто еще Не читали Деяния апостолов Найдите Писание Если у вас есть Библия Откройте Библию И прочтите Деяния апостолов Дома Это очень важно Чтение Поразмышляйте Над этим Писанием Эта книга Рассказывает нам Об истории Христианства С самого начала С первых шагов И церковь Иисуса Христа Она развивалась Распространялась В первом же поколении Мы видим Тысячи уберовших В Иисуса Христа Людей И История церкви Если брать Вот сегодня О чем я хотел бы Поговорить с вами Первый период Истории церкви То это С 30-го года Примерно с 30-го года И до 313-го года Можно вот так Вот обозначить Датами Первый период Истории Христианской церкви Начиная с 30-го года То есть Примерно Вот как раз С самого начала Истории церкви И до 313-го года До Так называемого Миланского Эдикта Закона Императора Константина И императора Ликиния Восточных И западных Империй Римских Которые договорились Дать свободу Нам с вами Христианам Нашим Братьям Сестрам Христианская церковь До 313-го года Была Церковью Гонимой Чаще всего Я думаю Многие из вас Знают об этом Многие из вас Смотрели фильм Может быть Фильмы Каму Гнадеши Другие Старые фильмы Где показывается Как наши с вами Братья и сестер Очень жестоко Преследовали И церковь Иисуса Христа Тогда на самом деле Платила Очень страшную цену Нашим братьям Приходилось Очень неслабко Но церковь Распространялась У христиан Не было возможности Собираться Вот в таких вот Церквях Зданиях церковных Таким большим Собранием Допустим Христианство Первых столетий Это чаще всего Христианство Малых групп Кстати Один из Как раз Проповедников Кто Имеет Об этом Великое откровение О малых группах О домашних Служениях Домашних группах Американец Райм Нейбер Он Тогда В 70-е годы Он очень умело Доказывал Необходимость Служения Домашних Церквей И говорил Что это Не новое Как некоторые Говорили ему Проповедники Другие Деноминации Разных Деноминаций Но это Хорошо Забытые Старые И Райм Нейбер Правильно Объяснял Тогда И сейчас До сих пор Объясняет Это многим Христианам В разных Деноминациях Бывая В том числе И в православных Церквях Объясняет Что служение Домашних Групп Служение Домашних Общений Это Наша Исконная Это самое Такое Природное Для христиан Естественное Такое Общее Служение Это Уже Плод Уже Другого Времени Но Первая Церковь Исключительно Развивалась На домашних Общениях Домашних Группах Даже на Домашних Общениях Было Небезопасно Христианам Собираться Поэтому Христиане Часто Уходили Вообще Из города Даже В Риме По крайней мере В больших Городах Так вот И уходили В катакомбы Это брошенные Каменоломни В лесах В горах Собирались В лесах Собирались В полях То есть Там где Подальше От глаз Подальше От Знаете ли От шпионов Подальше От того Чтобы быть Арестованными Христиане Подвергались Репрессиям Сколько Было Репрессивных Христиан Мы не знаем В общем-то Но Идет счет На сотни тысяч И даже Миллионы Людей Предполагают Некоторые историки Что как минимум Было За этих 300 лет Репрессировано За веру В Иисуса Христа Порядка Двух Миллионов Человек Это Казненные Распятые Сожженные Высланные На галеры На принудительные Работы Каменоломни В общей сложности Могло быть Порядка Двух Миллионов Человек Некоторые Историки Предполагают Даже Большее Количество Людей Репрессированных Тогда Но Примерно Вот Можно так Обозначить Два миллиона Человек Конечно Церковь Выстояла В очень Непростых Условиях Нашим Братьям И сестрам Старшим Первым Поколением Христиан Пришлось Очень тяжело С одной Стороны Но С другой Стороны Церковь В этот Период Времени Она Чаще Всего Сохранялась Вероучительно На Библейских Позициях То есть Были Уже Некоторые Проблемы Вероучительные Были Некоторые Ереси Возникали В то Время Но В целом Христианство Первых Трех Столетий Вероучительно Сохраняло Библейские Позиции Библейское Воззрение По крайней Мере В первых Вот этих Три Столетия Христиане Молились Только лишь Богу То есть Не было Молитв Допустим Кому Буто Ни Было Еще Дополнительным Посредником Помимо Единственного И неповторимого Посредника Первого Священника Который Иисус Христос В те века В первых Триста лет Никому В голову Не приходило Допустим Молиться Еще Дополнительным Другим Посредником В частности Матери Иисуса Христа Другим Умершим Святым И даже Не только В первых Три Столетия Гонений Но еще И целое Столетие После того После того Как церковь Начала Легализовываться И уже Официально Существовало Больше Стра лет Тогда В Римской империи Тысячи И тысячи Церквей Имели свои Здания Храмы Построены И на востоке И на западе И на юге И на севере От Скандинавии Чуть ли не И до Африканских Провинций От Великобритании И до Ирана Ирака И Индии В общем-то Огромное количество Зданий церковных Христиане построили Собирались На богослужение Легально Церковь христианская Чрезвычайно В то время Распространилась За столетия Четвертое столетие И Но я скажу Что до Начала пятого века Христиане Опять-таки Не имели Традиции Допустим Небиблейских Традиций Здесь есть вопросы Я вкратце Обозначу Отвечу Коротко Но я скажу Что ответы Будут более подробные По ходу Семинара Даже сегодня Некоторые Дописано Как понимать Место Из Писания Относительно Девы Марии Что она будет Почитаема Всеми народами Спасибо за ответ Говорится Духом Святой Марии Сказалось следующее Мария Мария Матерь Иисуса Христа Господа нашего Сказала Что Отныне Ублажат меня Все роды Написано В Евангелии Луки Ублажат меня Все роды Ублажат Это славянское слово Мы так уже не выражаемся Давно уже Сегодня это слово Имеет другое значение Даже у нас Будем договорить Буквальный перевод Можно прочесть У Архимандрита Иануария Это Подстрочный Греческий перевод Нового Завета С греческого Нового Завета Перевод Изданный Русской православной церковью Московского патриархата Вот В эти последние годы И там В подстрочнике Черно-по-белому указано Буквальное значение Того О чем Мария говорила Духом Святым Отныне будут называть Меня счастливой Все поколения людей На самом деле Это правда Мы называем И сегодня Христиане 21-го столетия Называем ее Счастливой Блаженной На самом деле И скажу Что В конце 4-го столетия Забегая вперед Когда Из Африки Пришли Эти учения Ложные учения О том Что мол Молиться можно Не только Богу Но еще и другим Как бы Посредником К Богу Помимо единственного И неповторимого Посредника Иисуса Христа Якобы можно молиться Еще другим Ходатаем Так вот Один из Авторитетнейших Отцов Того периода Времени Епифаний Архиепископ Кипрский Сказал Следующее Он официально Святой Католической Церкви Православной Церкви Епифаний Кипрский Конец 4-го столетия Заметьте Он сказал Следующее По поводу Вот того О чем Африканцы Говорили Ее Марию Имелось ввиду Матерь Иисуса Христа Господа нашего Должна Уважать Но никто Не должен Молиться Ей Это было Мнение Не только Этого Святого Отца Это было Мнение Всей Тогдашней Католической Православной Церкви Христианской Церкви Проще говоря Но уже Лет через 30-40 После этого К сожалению Вот эти Пагубные Ереси Пришли В жизни Церкви Я буду Позже Об этом Рассказывать Как это Все Произошло Вопросы Разные Волнуют Христиан Даже такие Необычные Вопросы Допустим Интересует Понимаю Сестру Интересует Допустим Можно ли Подбирать Найденные Деньги Или вещи Ну как бы Такой Интересный Вопрос Я как-то Даже не думал Об этом Честно говоря Нет Хотя Деньги валяются Я не знаю Я бы Наром Взял бы Наром Вот допустим Нет Если вы видите Что упало У кого-то Да И вы Потом Взяли Это уже Как Что воровство Вот А если Никого нету И вот он валяется Но Почему бы не взять Вот Хотя Посмотрите Сами Если Оно вам надо Или не надо Можете пройти мимо Может быть Хозяин вернется Значит Может Мало ли Вот Но вообще-то Думаю Взять не грех Вот Вот Знаете В Москве Такое Есть Или Было По крайней Такое Кидалово Знаете Аферисты Один идет И как бы Роняет Такую Такую Пресс Денег И быстро Допустим Гражданин Пытается Эй Товарищ Тут Раз Быстрый Убегает Знаете Быстрый Как будто Спешит А сзади Другой Его Подельник Подельник Тоже Бандит Там Какой-то Сзади Идет И говорит О Деньги Давай Поделим Только Надо в стороночку Отойти Давай А потом Все-таки Как бы Тебя Короче Как липку Обдирают И прочее То есть Как бы Такая схема Была Одно время Очень популярная Ну По крайней В конце Девяностых Была популярна Очень в России Сейчас Не знаю Модно Это Не модно Не знаю Хотя Всегда Дураков Везде Хватает Как говорится Вот Значит И На дурака Не нужен нож Ему покажешь Медный грош Да И делай С ним Что хочешь Так что В общем-то Не только Лиса Алиса И кот Базилио Но и сегодняшние Современные Аферисты Этим пользуются Поэтому Смотрите сами Не помогите На удочку врага Поэтому А насчет вещей Не знаю Тоже Как бы Оно вам надо Если Написано Можно ли молиться И проставлять Матерь Господа Нашего Иисуса Христа Но я уже говорил Что молиться Не и не надо Даже Не то что не надо Даже нельзя Нельзя молиться Никому другому Помимо Бога Только лишь Богу Можно молиться И значит Я буду Рассказывать Чуть позже Как это все Появилось В жизни Церкви И Ходатайство Посредничество Перед Богом Только лишь Иисуса Христа Я вчера Об этом Очень подробно Объяснял Те кто Вчера не были Пожалуйста Посмотрите Запись Вчерашней Первой части Семинара Я рассказывал Как раз О посредничестве Что Иисус Христос Первосвященник За всех За нас Предстоит Пред Богом Это Это есть На самом деле Христианство А когда люди молятся О Марии Это уже не христианство Это уже марианство Допустим Или там кому-то еще Допустим Из святых Это уже не христианство Это уже антихристианство в христианской упаковке, как бы. То есть очень много нехристианских явлений, к сожалению, в современном христианстве, и не только в православном, и в протестантском, и в католическом, очень много. Но вот что-что, а вот слава Богу, что в протестантском мире молитвы о святым не популярны, весьма не популярны, это очень хорошо. Пять столетий назад, когда реформация начиналась, лютер, кальвин, свингли, анабаптисты порой спорили между собой о многих вещах, второстепенных, третьестепенных, но в главном они нашли удивительное единство. Они поняли очень важное, что пора распрощаться с вавилонской системой многобожия. Пора вернуться к библейской модели, как написано было еще к Тимофею, Павлом вчера я цитировал, 1 Тимофею 2.5. Написано, ибо един Бог и един посредник, между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, и дальше говорится, предавший себя для искупления всех. Да, не является ли нарушением заповеди Бога перенос дня Господа, суббота, на воскресенье? Вы знаете, есть христиане, которые празднуют воскресенье, есть те, которые празднуют субботу, есть православная церковь, допустим, если брать, то избрала универсальную позицию, празднуют и субботу, и воскресенье. Допустим, католическая, она церковь западная, она заявляет, что мы перенесли, как католики, принесли святость дня, субботу на воскресенье. То есть продемонстрировав свое, как бы, ну, как бы, свое главенство над Словом Божьим. И даже Библию в том же самом 16-м столетии, когда боролись с протестантизмом, они дополнили другим еще каноном, вторым каноном, так называемым, чтобы показать, что не Библия нас формирует, не Бог Библию дал, а мы Библию можем добавлять, убавлять, мы можем перестать, то есть, как бы, свою власть демонстрируя. Но это, как бы, нехорошее поведение, конечно, но кульминацией вот этих, конечно, бесчинств стал Первый Ватиканский собор, когда в 19-м столетии была заявлена доктрина о главенстве Папы. Не только вопросы, там, суббота, воскресенье, или, допустим, там, книг канонических, других канонических, допустим, книг, но и вообще вопросов вероучения. И было сказано, что если суд, допустим, Божий отправит грешников в ад, а суд Папы решит иначе, то суд Божий должен подчинить суду Папы. То есть, как бы, это, считаю, вообще стало просто, ну, пределом отступничества тогда, в 19-м столетии. И, конечно, это большой грех, это большой грех, вот такие, как бы, манипулирования Словом Божьим. И, ну, я, кстати, об этом более подробно расскажу тоже, буду, намереваюсь говорить, как раз именно об этом также, об отрыве от еврейской традиции, и во что мы тогда, как бы, попали, в какие проблемы мы, христиане, попали, оторвавшись от Слова Божьего и от еврейских, библейских корней. Написано, вопрос такой, на чем основывается ритуал в православной церкви поминаний умерших, в частности, 9 и 40 дней. Самые ритуалы и доктрины о поминании умерших основываются на спиритизме, основываются на спиритических откровениях, опытах некоторых отцов церкви. Я буду об этом тоже рассказывать по ходу семинара. Вот, по поводу 9 и 40 дней, это учение основывается на основывании одного монаха. За 48 лет до крещения, начала крещения Руси и Украины, в 940 году, одному монаху приснился сон. И вот на основании этого основывания родилась такая доктрина. То есть, в первых 9 столетий христиане ничего не знали по поводу 9 дней, 40 дней. Якобы, это особо такие критические дни в жизни умершего человека, когда нужно ему помочь, как бы, нужна ему помощь. Но это все, конечно же, учение не христианское, но оно перекочевало в христианство не только через сновидение одного монаха. Сны бывают разные, знаете ли, мне тоже всякие сны бывают. Бывают такие сны, что хоть стой, хоть падай вообще, значит. Знаете ли, если будут все сны рассказывать, значит, и как бы всему верить, нам не надо быть такими, знаете ли, всему верящими в этом отношении. Мало ли что приснилось. Может, просто много на ночь поел, допустим. Может, я не знаю, мало ли какие сны бывают. Вот, поэтому, чтобы правильно не заблудиться нам, не только тогда. Мы думаем порой, что вот тогда отцов искушало вот этот вот, как бы, спиритизм, там, значит, там, значит, искушение во снах. Сегодня то же самое. Сегодня то же самое. Допустим, я имел общение с одной сестрой. Она пожилая уже сестра. Ей уже порядка 80 лет. Значит, она является, как бы, ее называют сосудом в пятидесятническом братстве. Значит, она уже, ну, насколько я знаю, больше 60 лет является пророком, как бы. И к ней епископы приезжают, даже не просто епископы пятидесятнические, а такие уважаемые, как бы, епископы приезжают. И я узнал эту сестру, как бы, случайно. Мне порекомендовали две родные сестры, мессианские еврейки. Они, примерно, того же возраста, чуть помоложе, двойняшки, близняшки, знаете ли. Две еврейские такие сестрички, очень интересные. Они порекомендовали эту пророчицу, познакомиться с ней. И, знаете ли, это после разговора я, как бы, узнаю такую вещь, что, оказывается, эта сестра, она имеет откровение о том, что молиться за упокой, как бы, все-таки надо. По крайней мере, за некоторых людей, которые с того света, допустим, некоторые пятидесятники, даже пресвитеры, как бы, с того света подают весточку и просят за них молиться. И якобы епископ Союза Пятидесятников, в частности, Белоруссии, один из епископов, ее на эту молитву благоставил. Но попросил вся педа не афишировать. Но на чем основу, ну, я с теми епископом, правда, не общался. Я знаю это со слов этой сестры и вот тех двух других сестер, тоже крещенных духом, как бы, и, значит, верящих этой пророчицы. Тот епископ белорусский, пятидесятнический, узнал информацию, которую никто не знал, кроме него и умерших этих пресвитеров. Значит, и эти умершие пресвитеры, как бы, через этого сосуда, или через эту бабушку, женщину, сестру, значит, пророчицу, они, как бы, сообщили подробности, как бы, грехов, проще говоря, чтобы сейчас не говорить подробно, подробности грехов некоторых, которых епископ знал. И епископ сделал вывод, что это было действительно не спиритизмом, даже, а правдивым опытом, как бы, и уверился. То есть, вот, примерно так же было и в православии, только много-много-много столетий тому назад. Вот, как бы, вот с таких вот откровений рождались лжеучения. Просто союз пятидесятников это молодая, как бы, структура, но если, допустим, пятидесятником будет, допустим, тысячу лет, две тысячи лет, в принципе, к этому же и придут они, абсолютно. Если будут идти по этому скользкому пути, который является спиритизмом. Я сразу поясню для некоторых, может быть, присутствующих, и для наших зрителей, и тех, кто будет смотреть эту запись, что спиритизм это грех. Чтобы не было вопросов, можно, нельзя, я, конечно, как бы, здесь нет насилия, вы сами принимаете решение, каждый здесь за себя, пред Богом решение принимает. Но я скажу так, что я верую в Бога, который дал нам писание, Библию. И в Библии Бог строго-настрого запрещает нам, верующим, иметь общение с мертвыми. Правда, некоторые христиане, в частности, вот некоторые священнослужители и протестантские, но большей частью православные, с кем я общаюсь, традиционные, говорят, но ведь Он не есть Бог мертвых, а Бог живых, у Него все живы, и поэтому мы общаемся с живыми, только в другом измерении находящимся. Но, друзья мои, это словоблудие достойно лишь сожаления. Потому как эти господа забывают, что для Бога нет мертвых, да, но для нас есть, конкретно для нас, людей есть мертвые, есть живые. И Бог строго-настрого запретил. То есть, если я, знаете ли, возьму этот запретный плод, я буду иметь большие проблемы. А что делать на практике? Многие христиане тоже обеспокоены порой. Что делать практически, если, допустим, с того света лесточка подается во сне, допустим, или наяву? Что делать? Я буду на семинаре более подробно об этом позже говорить. каким образом надо правильно реагировать. Но сразу скажу, во-первых, не слушайте то, что говорят мертвые. Не слушайте. Не будьте мнительными людьми. Помолитесь. И еще хорошо, когда вы ходите на сон, не просто раз легли и уснули. Постарайтесь обратиться к Богу. Попросить Божьего благословения на сон грядущий. Пусть это будет небольшая молитва, но от всего сердца. Вы помолитесь, попросите Божьей защиты, Божьего ограждения. И вот эти бесы, которые приходят, может быть, к вам как раз искушая, значит, голосами или же искушая сновидениями мертвых людей, просящим помощи, допустим, это будет прекращено в вашей жизни. Ну, а так всякое бывает, конечно. У нас один батюшка нашей епархии, он трудится в Днепропетровщине, значит, и у него там был такой, как бы, пример. Семья одна в селе, хорошая, порядочная семья, любящий муж, жена, все хорошо, люди уже не молодые, но, в общем, ну, как бы, неверующие, ну, не то, что они, ну, да, они, в принципе, неверующие были. Ну, так на пути были к Богу. Но, как бы, были еще, как бы, так вот, как бы, лишь прислушивающиеся, как бы. И вот так получилось, что жена скоропостижно скончалась, он остался один, и вот, знаете ли, вот это повлияло на него. Он стал плакать постоянно, они очень любили друг друга, и он часто бывал на кладбище, чуть не каждый день на кладбище, и с ней спокойно разговаривал. Ну, вначале это было просто, как бы, это было просто монологом. То есть, это не было, как бы, с обратной связью. Первые, там, месяцы это было лишь монологом. А потом, однажды, монолог превратился в диалог. На фоне вот этой его истерии, истерики этой, его стресса, нервного срыва, он стал слышать голос своей жены, точь-в-точь, один к одному. Значит, и вначале это было на кладбище, потом это было и дома, в его хате, в его доме, значит, это все было. И потом, вот, реальная история из реальной жизни. Человек психически нормальный, значит, ну, как бы, скажу, что он поддался на такие провокации, даже в домогательство его покойной жены, которая предлагала с ним продолжить, как бы, интим после уже смерти. Вот, как бы, и, то есть, представьте себе, значит, да, жена с того света. Вот, и, и она, как только, значит, ночь, и к нему лезет, и пристает к нему, домогается его. Но, как бы, когда у него это произошло, уже, вначале он стал, чтобы не думать об этом, стал пить горькую. Хотя он не взглопотреблял никогда раньше спиртным. Так вот, и, но когда, думал, ну, сейчас он забудется, как бы, и перестанет все. Вот, ну, получилось, что он выпил, а жена тут как тут. С него хмекбет быстро сошла, но он прибежал к батюшке прямо среди ночи к нашему священнику, там, значит, и просил помощи, защиты. Отец Борис, как мог, значит, настаивал его, помолился за него. Ну, до утра он только был у него. То есть, он, насколько, как бы, серьезно все было. Реально, реально жена, реально голос, реально все, значит, дверью, открыла дверь и зашла, значит, все. Что, говорит, хмель у него, ну, от него, как бы, разилась спиртным, но хмель сошла очень быстро, трезвый человек был, от ужаса. Вот, значит, и сбежал рук покойницы, значит, и батюшка научил его, как молиться, но они помолились, молитву покаяния, конечно, значит, слава Богу. То его не назовешься было на молитву, а здесь он сам прибежал. Да, як тревога, так да Бога. А потом был случай интересный, значит, и отец Борис наставил его, говорит, когда если что еще такое появится, то сразу, ну, молись, и во имя Иисуса Христа запрещать дьяволу. Потому что это не твоя жена, запомни, это дьявол, это бесы, они тебя искушают. Понял, понял, хорошо. А потом рассказывает, ну, что было, было. И что? Она заходит, и я, говорит, нам, ну, вначале, как ты научил, батюшка, так, во имя Иисуса Христа, а потом матом, матом. Но он еще там обращен на первые днища. Как бы, и самое интересное, жена стала как копанная и сказала ему следующее, христиане так не ругаются мы. Развинулась и ушла. Ну, они там и посмеялись, и все. Но отец Борис сказал, вообще-то, она сказала тебе правду. Вообще-то, как бы, бесы порой тоже правду говорят. Бывает такое. Но на будущее, учти, мат есть ни при чем. Ругаться не надо. Просто во имя Иисуса Христа. Значит, и все. А не туда, там, через стол. Вот, значит, и... Бесы так дорогу найдут. Знаете ли? Вот, и скажу, что всякое... Ну, это момент такой. Ну, слава Богу, мужчина был спасен. Слава Богу, он, значит, потом образумился, значит, и стал верующим человеком. Слава Богу. Но бывают разные случаи. Бывает не все это хорошо, как вот в этом рассказе. Вопросов еще много. Но давайте я тему продолжу, потом по ходу еще отвечу. Хорошо? Если у вас вопросы есть, я постараюсь или каждый вечер, или через вечер каратенько так отвечать на ваши вопросы. Так вот, господа, дорогие братья и сестры. Первый период истории христианства. Множество мучеников, как вы уже заметили, да? Мучеников и мучениц за веру в Иисуса Христа. Знаете, друзья, есть особая, скажу так, особая жизнь христианина, и даже есть порой особая смерть христианина. Мы не только порой своей жизнью проставляем Бога, но даже и смертью своей. Знаете ли, мы не свои, мы приближим Богу. И Бог порой, Он через нашу даже смерть проставляется. Через наше страдание, мучение. Вот у вас здесь, в церкви, слава Богу, мне очень понравилось, что вы чтите мучеников, вы уважаете очень, вы молите за них, молите за тех братьев, сестер, что проходят серьезное сегодня там гонение. Слава Богу за это. Немногие церкви, к сожалению, вот, вот, такую правильную, я думаю, позицию избирают. Очень многие христианские церкви избирают позицию такую, моя хата с края, ничего не знаю, как бы, пока меня не касается, я как бы и не лезу никуда. Вот, но такая позиция, она, ну, является преступной, по большому счету, и греховной, по большому счету, но пусть Господь, Он не позволит нам, вот, быть вот такими, знаете ли, разгильдяеми в царстве Его, такими, знаете ли, отщепенцами, как бы, обособленцами. Пусть Господь позволит нам быть действительно любящими Его и любящими Его народ. И помните ли, Иисус говорил, что даже смертью, просто есть, Он давал уразуметь, с какой смертью, апостол прославит Его. Интересно. И когда Иисус давал откровение Иоанну, там, на Патмосе, среди прочего, Иоанн увидел кое-что. Он увидел душа, обезглавленная за Слово Божье, за свидетельство Иисуса. Они были под престолом. Друзья мои, есть христиане, которые не верят, я знаю много таких христиан, которые не верят, что есть жизнь за гробом. К сожалению. Как, допустим, в свое время были саддукеи, последователи одного из учителей Израиля, некого саддука. Так вот, саддукеи, они были хорошие, верующие, они любили Бога, они чтили заповеди Бога, но у них была проблема вероучительная. Они не верили в существование жизни за гробом. Они верили в воскресение, в последующее, в конце концов, но чаще всего исключали возможности вообще жизни за гробом. Они говорили, умирает тело, умирает душа. И сейчас много таких христиан, в частности, адвентистов седьмого дня, допустим. У меня много друзей, среди адвентистов. Я бываю в церквях, у меня много студентов, адвентистов. Но я скажу, что при всем уважении к этим братьям и сестрам, их доктрина не является библейской, по большому счету. Потому как Иоанн увидел души не то, что вот когда-то, а сейчас, находящиеся под престолом Бога, находящиеся там и молящиеся, друзья мои. И я скажу, что это реально, это реально. Некоторым братьям и сестрам, не только, как тогда Иоанну, и сегодня порой Бог дает некоторые вещи увидеть. Но любой опыт наш духовный должен быть проверяем библейским словом, словом истины. Потому как, если мы имеем откровение и его не проверяем, мы можем попасться на удочку врага. И наш опыт может быть тогда нам препятствием, соблазном, ересью может стать. Поэтому любой опыт свой, пожалуйста, друзья, давайте будем проверять. Я как христианин, я на этом настаиваю, в первую очередь, для себя, в своей жизни, в своей семье. Господа, дело в том, что в моей жизни было так тоже до 96-го года. Был опыт у меня определенный духовный, когда я молился, допустим, святым, некоторым умершим, и в моей жизни были некоторые ответы. И я связывал напрямую эти ответы с тем, что я молился этим умершим святым. То есть, я не просто молился, я получал ответы. Больше того, я много молился за покой. И хотя, я не имел ответов, слава Богу, с того света, но у меня внутри было такое переживание, как бы умиротворение, как бы покой, радость какая-то. Я понимал, что это как бы, ну, еще одно подтверждение, что это правильно, это хорошо, угодно Богу. Но мало ли, какие ощущения возникают. Я в 96-м году, я зарекся не доверять ощущениям. Не всем ощущениям надо верить. Надо проверять их. В 96-м году, читая Божье Слово, я уразумел, что во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, я служил дьяволу, пробуждение было очень сложно. Но это, скажу так, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Лучшая горькая правда. Почему? Потому что это горькое лекарство, оно принесет свободу, исцеление, освобождение. Слава Богу. И с того самого 96-го года, по сегодняшний день, я не молюсь за упокой, не молюсь за умерших, а молюсь за живых людей. Хотя многим это, православным, честно говоря, это странно, наверное, слышать. Некоторые батюшки мне так говорят, о, ты наобщался с протестантами, видимо, и ты сам стал протестантом. Хорошо, друзья, но разве это протестанты в Библии написали? Разве это Божье Слово библейское, разве это Кальвин или Лютер там редактировал? Разве это баптисты взяли и исповеркали Божье Слово? Нет. Вся гениальность реформаторов тогда, 16-го столетия и позже, была в том, что они стали возрождать хорошо забытые старые. Реформация. Это не удовольствие чего-то нового. Это восстановление старого. Это возвращение к корням, возвращение к истокам. И, друзья мои, сегодняшняя реформация 20-го столетия, 21-го уже столетия, это также восстановление Церкви Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу. Аминь. Друзья мои, братья и сестры, я, конечно, скажу, что вот те мученики, мученицы за веру в Иисуса Христа, вот, первых трех столетий, они не виноваты в том, что последующие христиане стали молиться им. Они не виноваты в том, что родился культ святых в последующие столетия. Они верили в Христа, они жили веру в Иисуса, они умирали за веру во Христа, они свою жизнь отдавали, и, скажу, они, наверное, даже в самом страшном сне, эти мученики, мученицы, они не представляли себе, что потом сделают с их памятью последующие поколения христиан. К сожалению, до сих пор продолжается это беззаконие, до сегодняшнего дня. Вот, в частности, католический харизматический журнал, издаваемый в Париже, я был два раза во Франции на конференции именно католиков, харизматиков, там есть священники, французы и франкоговорящие, священнослужители, белые и черные, французы и с колоний французских бывших. Так вот, чернокожие, те священники, которые пережили кричение Духом Святым, обновление, те, которые ревнуют о реформации в своей структуру, в своей динаминации. И спикером там в Лиле был один из священников, молодых священников, который еще будучи семинаристом посещал харизматическое католическое собрание в Париже, прямо при семинарии будем договорить. Там было много семинаристов, но его коснуло следующее, что Иисус Христос является истинным, путем истины и жизнью нашей. Его это очень сильно коснулось. И уже, когда его поставили на приход, его первый приход, ну и последний получается, потому что он потом вышел из традиционного католизма, вообще потому что он стал реформатором, это священник молодой. Потому что у себя в костеле он стал, когда опрашивать людей, то выяснилось, что Иисусу, Христу, люди молятся гораздо меньше, конечно, чем всем остальным. его матери, Мария и Матери Иисуса Христа молились в 3-4 раза, допустим, больше, чем Иисусу. Другие святые, рейтинг Иисуса Христа был очень низким в его костеле. И, но за несколько месяцев проповеди, непрестанных проповедей, в этом костеле ситуация стала меняться. Многие прихожане стали именно христицентричными. Они стали молиться Христу, они стали молиться к Богу, они стали говорить, что Иисус Христос, Он первый в нашей жизни, и это замечательно, конечно. Но однажды этот молодой священник, он задумался над вопросом, хорошо, Иисус, Он первый у нас в этом списке, но Он ведь не только первый, но Он и последний. Он не начало и конец, Он достаточен, Он единственный неповторимый, друзья мои. И, конечно, вот это стало, сделало его реформатором, и многие других делают реформаторами. И меня это тоже сделало реформатором в 96-м году, когда я тогда еще традиционно сельский батюшка в России молился тоже многим последникам, ходатаям, многим умершим этим мученикам первых столетий, та же самая мученица Татьяна. Думаю, многие из вас могут вспомнить сейчас, да, мученика Георгия, допустим, да, помните, картину, икону, на коне убивает дракона последнего из юрского периода, наверное, и поражает змея, значит, потом еще там 40 мучеников, вот, недавно была память 40 мучеников, в календаре нашей церкви тоже много святых, много имен этих мучеников, мучениц, но я, и наши священники, наши епархии, мы убеждаем людей православных, и не только православных, вообще христиан молиться только лишь к Богу, а не кому-то еще, друзья мои, это очень важно, и первые столетия прошли христиане больше или меньше, но доблестно, сама проблема, самая большая проблема появилась уже после того, после вот этого периода гонений, когда пришел мир, казалось бы, христианства, когда церковь перестала быть гонимой, в этот период как раз мира пришли очень серьезные испытания, проблема номер один, отметим ее, это цезарепапизм, наверное, многие из вас слышали это слово, цезарепапизм, цезарь это царь, как бы император, папос это отец, духовная власть, светская и духовная власть, цезарепапизм, что это такое? цезарепапизм это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего, цезарепапизм, пионером в христианстве вот цезарепапизма был император Константин и его мама Елена, но они не создали эту модель, эта модель была вообще в Риме очень популярной. Дело в том, что религии римские главные, они были цезарепапизм допустим, культ Зевса, культ божества Дмитры, верховными жрецами были императоры и поэтому эти религии, главные римские религии были цезарепапизм религиями, они назывались католическими религиями, то есть вселенскими, универсальными, всеобщими религиями, как бы религиями большинства и в христианство цезарепапизм пришел тогда, когда церковь вышла из подполья. Друзья мои, кстати, большинство ересей, известных заблуждений в истории мирового христианства, в православии, протестантизме, католицизме, неважно в какой деноминации, в целом в христианстве пришли эти ереси чаще всего через цезарепапизм, через подчиненность церкви государству. В частности, вот какие вопросы? Вот то же самое молитва за умершую, допустим, за упокой, да? Я сказал вкратце, и в будущем вечера я буду говорить об этом более детально, как это все произошло, как постепенно пришло это лжевучение в жизни церкви. Ну так вот, но это спиритическое общение с душами умерших, оно было бы лишь достоянием отдельно там пустынников, отдельных там граждан, отдельно христиан, может быть общим, но не всей церкви, не большинства христиан, если бы не ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. Был ярко выраженный политический заказ на, допустим, привнесение в христианство очень многих нехристианских языческих оккультных традиций и обрядов. Допустим, крещение младенцев, тоже вопросы есть такие, записочка есть о крещении детей. Крещение младенцев, педобаптизм, так называемый, педобаптизм, крещение младенцев. Так вот, педобаптизм пришел также в христианство в конце четвертого, начало пятого столетия, именно благодаря ярко выраженному политическому заказу, через цезарепапизм. То есть, это не то, чтобы богословы придумали. Богословы фиговым листочком своего богословствования и философствования лишь впоследствии стали оправдывать то, что политики сказали сделать. И, в общем-то, первые христиане первых трех-четырех столетий не знали этой страшной такой традиции крещения малолетних, крещения младенцев, которая впоследствии пришла в жизнь исторического христианства. Я тоже расскажу чуть позже, как раз вот в эти вечера, на протяжении этой недели, следующий буду рассказывать, как постепенно, поэтапно, в церковь внедрялись, имплантированы были эти антихристианские элементы. И сегодняшняя реформация 21-го столетия, ее великая, ну, скажу, миссия, завершая уже пять столетий поэтапной реформации, обновления мирового христианства. Друзья мои, реформация 21-го столетия имеет целью, на самом деле, завершить то, что начинали отцы, то, что Лютер начинал, Кальвин, Аннабаптисты, Пятидесятники, очень много-много всего было в истории христианства, но сегодня, на мой взгляд, реформация должна, на самом деле, не просто создавать новые какие-то динаминации, но охватить так и дальше все тело Христа, мировое христианство. Потому что христиане могут быть действительно едиными, но едиными в истине. Не едиными путем компромисса, греха, приспособленчества, а едиными в истине. Иисус в 17-й главе Иоанна, молясь о единстве христиан, молясь о единстве учеников, молился таким образом, «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». То есть отдели их, сделай их едиными, но едиными не на будь каком-то другом основании, а на основании истины Божьего Слова. И истина, друзья мои, она в Иисусе Христе. Ни в ком ином другом нет спасения. Не только тогда, но и сегодня, в 21-м столетии также. Ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Да, друзья мои, и, конечно, христианство, начиная вот с 4-го столетия и дальше, с Константина и Елены, постепенно попадало в большие проблемы. Цезарепопизма. Императоры, императрицы закабаляли церковь. В 4-м столетии один из тиранов, один из императоров того времени, Иовиан, сказал даже следующее, то, что мне угодно, это и есть канун церкви. И, к сожалению, многие епископы слушались, друзья мои, очень трудно в христианской церкви, было и сейчас очень трудно, действительно, Кесарю обоздавать Кесарева, а Богу Божьем. Очень трудно, но необходимо. В такой христовой позиции необходимо держаться сегодня всем нам, христианам. Вот иллюстрации в 20-м столетии, генеральной репетиции царства Антихриста, фашизм, гитлеризм в частности, коммунизм, сталинизм в частности, вот эти явления уродливые, они были своего рода на самом деле репетиции царства Антихриста последнего времени. И там, и там, и в лагере фашизма и коммунизма примерно один и тот же сценарий разыгрывался именно Цезарь Папизма, подчиненность Церкви Государству. Использовался этот тот же самый прием подкупом, страхом, обманом действовал враг. Вот такая иллюстрация. Когда, допустим, национал-социализм пришел в Германию, я об этом буду говорить на будущем неделе, я буду говорить о христианстве в 20-м столетии и расскажу несколько страшных очень примеров вам, приготовьтесь к этому. Ну так вот, и скажу, что когда фашисты, они обязали христианских лидеров, христианских священнослужителей принять антихристианские доктрины, допустим, тот же самый дерлинизм и наиболее извращенную его форму социальный дерлинизм, то есть неравенство рас и вытекающая из этого расовая борьба и расовое превосходство. И христианские епископы, священники были обязаны разных динаминаций, но были обязаны разделять свое пасву и пасву на христиан первого сорта, христиан второго сорта, христиан арийского происхождения и христиан не арийского происхождения. Были законом государственным Третьего рейха, было запрещено смешанные браки между разными расами, между разными арийцами и не арийцами. И христианские священнослужители, православные, католики, протестанты, в Германии в основном это были католики и протестанты, на севере чаще всего были протестанты, на юге чаще всего были католики. И те и другие были обязаны подчиниться этому безбожному распоряжению и признать национал-социализм, то бишь фашизм, христианской идеологией. Сам Адольф Гитлер, фюрер, лидер этого безбожного рейха под христианскими знаменами, но по сути своей антихристианский. Так вот, сам этот фюрер сказал следующее. Это известная фраза, которую историки часто цитируют, что по отношению к евреям я не делаю ничего из того, чего бы не делала христианская церковь на протяжении последних полутора тысяч лет. Себя он также считал христианином и католиком по доктрине своей. В принципе, люди, его окружавшие были чаще всего католического исповедания, некоторые были протестантского исповедания. В частности, допустим, в СС, в других организациях некоторых, было даже запрещено находиться не христианином. То есть, если ты, допустим, был истинно марийцем, но ты был атеистом, ты не имел возможности попасть в войска СС, допустим, или в СА, штурмовики, или в СД, службу разведки и контрразведки. То есть, был тест определенный, и, среди прочего, обязательная графа вероисповедания. И если ты был не христианином, то ты не имел права попасть в эти органы. Потому что сам Гитлер, он настаивал, что его вот это детище является именно христианским. Именно, на основном, на христианстве. Хотя сегодня, конечно, многие христиане открещиваются и говорят, это не наше, это вообще такое, знаете ли, чуть ли не непонятно откуда взявшееся явление. Но на самом деле фашизм породили мы, и коммунизм породили мы, христиане, в общем-то, по большому счету. Это родилось на постхристианском пространстве, и там, и там, в общем-то, и в атеизме, и в фашизме, в коммунизме, и в нацизме, в общем-то, прослеживается очень яркий христианский след. Кстати, даже у Гитлера и у Сталина очень много похожих моментов в жизни. Наверное, вот на лекциях в будущей неделе я об этом тоже буду рассказывать. И тот и другой были воспитываемы как будущие священнослужители своих динаминаций. Только Гитлер, Адольф как католический будущий священник, а Сталин как будущий православный священник. Но, в принципе, то есть это не были просто лишь формальные прихожане в своих храмах, это были религиозные, грамотные люди, которые избрали сознательно то, что они избрали. И я считаю, что нам, христианам, нужно очень многому научиться сегодня на примерах из истории. Ну так оставим на будущей неделе тему христианства в 20-м столетии, но забегая вперед о цезаре по пизме, я скажу следующее, что, к сожалению, после этого безбожного распоряжения на территории Третьего Рейха из католических священнослужителей Германии только лишь один священник, только вдумайтесь, из тысяч и тысяч священнослужителей, только лишь один священник публично отказался делить свою паству на арийцев и не арийцев. Отказался принимать социальный дарвинизм и вытекающую из него расовую борьбу. В общем-то, это был настоятель, по-русски это звучит как церковь Святой Едвиги, это в Берлине, в Гадаяровской части Берлина, восточный Берлин. Это был священник Бернхарт Лихтенберг. Я думаю, некоторые из вас слышали, наверное, что-то об этом человеке. Это, я считаю, великий человек. И я лично настоял, чтобы в нашем календаре, в нашей церкви тоже было его имя вписано. Он католический священник, он очень многим здравым вещам учил, и в частности он противостоял антихристианской этой системе, тогдашнего нацизма. И Бернхарт Лихтенберг после Хрустальной Ночи, знаменитой, о которой я буду говорить более подробно на будущей неделе, он восстал против этой системы безбожной. И молился за гонимых евреев и за гонимых христиан, не арийцев. И его арестовало гестапо, в конце концов. Его вначале по-хорошему хотели, уговаривали присоединиться ко всем остальным священнослужителям. Ему говорили, папа молчит, папа принимает римские кардиналы, священники. Ты один, что в поле разве один воин? И эти уговоры, посолы его не подкупили. И в конце концов его гестапо арестовало, и полгода его ломали в застенках гестапо, заставляли отречься от его доктрины, заставляли его уже по-плохому. Но полгода в застенках гестапо под пытками, непрестанными допросами он выстоял. Слава Богу. Потом был показной суд. Это была трансляция по всей Германии, по радио, и не только в Германии. Люди, многие в мире следили за этим судом. Потому что это был суд впервые над священнослужителем, христианским, который пошел против течения. Рейх называл себя христианским рейхом. Но есть священник, оказывается, который пошел против вражна, который пошел против системы. И на суде Бернхард оказался очень стойким человеком. Он высказал однозначно свое непринятие дарвинизма, непринятие социального дарвинизма. Отказался на суде также перед судьей, выступая перед судом. Отказался делить свою паству принципиально, по идейным соображениям, на христиан-арийцев и неарийцев. Признал, что черные тоже люди, евреи тоже люди, такие же, как и белые люди. И это было, конечно, плевком во все немецкое, тогдашнее, германское общество. И, ну, руководство, по крайней мере, этого общества. Много было порядочных немцев, которые в это не верили, в эти ложные доктрины. Но открыто высказаться не решались. Но вот этот священник, по сути, высказал очень важную позицию. Его осудили. Официальная церковь от него открестилась, отреклась. Назвали его раскольником и чипенцем. Значит, светский суд его осудил в Констагерь, в Дахау поместили. Но он даже не доехал до Констагеря, по дороге скончался. В общем-то, историки пишут, что даже в Констагере фашистское руководство опасалось такого лидера. Потому что он представлял собой угрозу. Даже в местах заключения. Как лидер, как именно лидер вот такого сопротивления идеологического. Сопротивление не с оружием в руках даже. Он был без револьвера, даже без пулемета. Но он с идеей. Идеей Христа. Идеей Евангелия. А это было даже больше и сильнее, чем даже оружие, которое могли бы достать повстанцы. Так вот, и Брихтенберг скончался. И в Дахау уже выгрузили его труп. Сказали, по дороге он умер. Но, значит, гестапо по всевероятности его устранило по дороге туда, в Констаге. Но известно следующее. Что в послевоенной Германии, когда было ужасно стыдно, что вот все так получилось многим немцам, Бернхарта взяли и канонизировали как святого католической церкви. Папа Римский признал его святым. И ему славу воздали. И его надгробие красивым сделали. Память о нем чтут. Молятся ему сегодня многие католики немцы. И не только немцы. Но, знаете ли, я в Берлине был в его музее. Я нашел музей Бернхарта, Лихтенберга. Прямо в том храме, при том храме, где он служил. И знаете, что интересно? Вот посещая экспозицию. Там были картины, там много, большая фотовыставка. Там было показано, как Папа Римский приезжал и благословил все это. И лично посетил Кабей. И как бы, что он святой Бернхарта теперь является для канонической церкви. Но знаете, что интересно? Я вот ходил по этому музею. И ловил себя на следующем. Вот на самом деле, вот реально, я не мог думать о нем. Об этом, я думал, наверное, я вот посещая музей, допустим, этого человека, я буду, наверное, о нем размышлять. И как бы, тем более, многие личные вещи там рассматривая. Вот фотографии, газеты тех времен, снимки тех времен, знаете ли. Все располагало думать о нем. А я о нем не мог думать вообще. А знаете, о ком я думал? Вот у меня само собой это произошло, естественно. Я думал все это время о тех тысячах других священников, которые, ну может, сфиги в кармане, да, многие из них, да. Понятно, что не все они так вот прям были фашистами там, и не все, думаю, разделяли вот все эти идеи гитлеризма, но молчали. Но плыли по течению. Но я думал о тех тысячах других священников. Ведь он один, Беоргий, выступил против. Один. Один, и его не стало. Очень скоро не стало. Как бы погас этот светильник. Какое сердце биться перестало, да, может быть, славян поэта. Но, а что было в Германии еще в этот период времени? Я как иллюстрацию приведу. Протестантская церковь. Вы думаете, протестантов обошла апостасия? Или, как по-русски, отступление, отступничество? Тоже, я к сожалению. Но не так было, может быть, печально, как в Кадавической церкви. Хотя, тоже, как бы, было очень страшное падение. Примерно треть всех протестантских пастырей Германии приняла национал-социализм, фашистскую идеологию, как христианскую идеологию. Приняла социальный дарвинизм. Приняла решение треть, примерно, священнослужителей всех пастырей Германии протестантских признать гитлеризм, признать национал-социализм христианскими идеологиями. Примерно две трети протестантских пастырей Германии были репрессированы. В основном погибли в концлагерях, на принудительных работах. Несколько миллионов немцев было Гитлером истреблено. Именно тех, кто отказывался принимать эти доктрины, принимать вот эти лжеучения. Мы не знаем, сколько точно. Есть разные предположения было христиан в этом, я имею в виду, в этом списке. Но порядка четырех миллионов, можно предполагать, было в целом христиан в Германии, которые подверглись так или иначе репрессиям. Это немцы, которые подверглись страшным репрессиям в этот период времени. Чаще всего это принудительные работы, это концлагеря, иногда реже это казни. Порядка 35 тысяч человек, я сейчас точно не помню, но не более 40 тысяч. Было расстреляно непосредственно за отказ участвовать в проектах Гитлера. Об этом нам мало говорили на уроках, может быть, в школах. Но это факт, исторический факт. Фашизм, он убивал душу немецкой нации. Но я на будущем расскажу о предыстории этой страшной трагедии, и вам все будет понятно, почему это произошло. Но так вот, у нас было не меньшее зло, даже в чем-то даже большее зло. У нас был коммунизм, у нас был сталинизм. В отличие от фашизма, сталинизм и коммунизм не прятал своих намерений. Если фашизм, он прикрывался христианскими терминологиями, христианскими доктринами и христианством в целом, там, конечно же, было много искренних христиан, но забудших весьма. Так вот, то коммунизм, он не скрывал своей демонической сущности. Впервые в истории человеческого общества, человеческой цивилизации возникло государство, нам так и говорили на уроках раньше, что это новая, как вы помните, да, новая общественная формация, которая раньше никогда не была в истории человечества. Народ атеист, народ безбожник по-русски, по-гречески атеист. То есть человек атеист, есть человек разумный, а есть человек атеист, потому что сказал безумец, написано в сердце своем. Так вот, и человек безумец, это человек атеист, и хотя у меня в родстве тоже много атеистов, я сам из семьи атеистов, я знаю, о чем я говорю, и я из семьи потомственных даже, скажу так, атеистов, к сожалению, не только мои родители, но и бабушки, дедушки, и даже по отцовской линии прабабушка, прадедушка были атеистами. Еще в 19 веке были атеистами и революционерами, и понимаете ли, из потомственных, будучи атеистов, я как бы, идею коммунизма я знаю изнутри, потому не просто со школьной скорби, но и из семьи своей знаю. Дедушка был полковник НКВД до войны, бабушка работала в трибунале до войны также, и как бы они прошли школу сталинизма. И многие вещи, которые, допустим, стали сегодня достоянием, как бы, гласности, в общем-то, у нас они были достоянием гласности и раньше. Но, конечно, страшная вещь, когда общество возникает, новое государство, которое утверждает, что Бога не было, нет и не будет вообще. Народ атеист. И искусственно пытались создавать такой народ, но, слава Богу, как только безбожный Советский Союз стал трещать и рушиться, многие люди, они потянулись к Богу. Да, я свидетелем был тоже вот этого, знаете, пробуждения такого начала 90-х, 91-й год, 92-й год. Я служил тогда священником в Рязани и в Борисогребском соборе города Рязани и в архиеписком Симона Рязанского и Касимовского. Я удивлялся, знаете ли, если 88-й год, я помню, допустим, когда начинал свое служение в храме, начало 88-го года, несмотря на то, что там Горбачев, там государство советское повернулось лицом к церкви, как бы были встречи с патриархом, там на телевидении появлялись батюшки, но все равно в храмах было, ну, нелюдно, я бы так сказал проще, то уже в 91-м году, в конце 91-го года, обычное воскресное служение, даже порой в жуличные дни, храм полон народу. Я столько никогда, ну, на Пасху только лишь, может быть, на Рождество столько приходило, а это обычный воскресный день, ничем не примечательный, обычный, даже не то, что воскресный день, вот просто среди недели, вечернее богослужение, допустим, или утреннее, раннее литургие, допустим, в соборе служило с каждым день служение у нас, и храм фактически на буднях полон народу, воскресенье аншлаг, он переполнен просто-напросто, люди не могут войти. Но, к сожалению, мы как священники тогда грешили, и молодые, и пожилые священники, я был, как молодой священник, тоже участник этого греха, к сожалению. Люди шли, они искали Бога, но мы ничего не дали им, к сожалению. Чаще всего ограничилось все обрядом, ограничилось все крещением. Да, крещения было много обрядов, было много традиций, было много. Каждый день тогда, в 91-м, в 92-м годах, я крестил примерно 150 человек. Каждый день. Значит, это в среднем. Иногда больше, иногда меньше. Примерно столько же крестили мои коллеги. И тогда в соборе служители, на всю Рязань было лишь два храма тогда. Большой город, только лишь две церкви. Вот Борисович Магдепский собор и Скорбячинская церковь на кладбище, и все. На всю большую Рязань. И, конечно, народу было очень много. Мы крестили, 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 венчали, отпевали. Венчание редко, когда было, допустим, по 10 пар, а так было обычно 15, 20, и больше пар, венчалось сразу. Потому что нехватка священников, люди просто хлынули, и венчались всякие. И старые, и молодые, венчались, одно время очень много пожилых, венчалось людей, которые и по 50 лет даже вместе уже совместной жизни прожили. То есть люди к Богу как-то потянулись, приобщаться к вере стали, приобщаться к Богу. Но, к сожалению, вместо хлеба мы давали камень, вместо рыбы давали змею. Чаще всего. Если в евангельской церкви хотя бы говорили Слово Божье, в то время были евангелизации, то, к сожалению, вот я и мои коллеги, мы ограничивались лишь вот этим обрядом, ограничивались лишь этой традицией, знаете ли. И само крещение проходило очень быстро, спешно, конечно. Ну, что такое крещение, там, допустим, 50 человек, примерно сколько было, ну, так, больше или меньше за раз заходило в крестилку. Так вот, и отводилось 15 примерно минут, максимально 20 минут. Вот, но тот священник, что нас обучал тогда, был нашим наставником, он был ключарем собора, отец Иоанн Покореев, он крестил за 7,5 минут. Мы засекали специально, он говорил, отцы, засекайте. Мы жаловались ему, что отец Иоанн говорит, ну, невозможно за 15-20 минут вот столько крестить детей, ну, детей и взрослых, там примерно было 50 на 50. Так вот, и он говорил, отцы, засекайте. Вот 15 минут засекайте. Вот, начиная от благословен Бог наш, заканчивая Аминь, 7,5 минут ровно. Он еще успевал в оставшиеся минуты в крестилке, там же, значит, быстро попить чайку, значит, вместе с нами еще с печенюшками и пообщаться. Мы были в шоке, бабушка, ну, ты вообще, это высший пилотаж. У нас художников, это называлось халтурой. Знаете, я художник по специальности своей, ну, до церковной специальности, до 88-го года. И вот такое отношение, допустим, в живописи, везде, ну, это называлось халтурой. Она была нужна для пропитания, значит, но, как бы, значит, чтобы потом остальное время проводить именно, ну, в свободном творчестве, как бы, да, как художнику, мастерскую поработать для себя уже, для души. Нужна была халтура, допустим, оформление праздников, там, значит, да, октябрьские праздники, там, 9 января, там, прочее. Но, 9 мая, извиняюсь, так вот, но знаете, что интересно? Вот, когда это в религии халтура, здесь страдают, знаете ли, бессмертные души. И сегодня время покаяния, я убежден, что сегодня церковь должна преобразиться, и православная церковь. Конечно, я как реформатор православной, я чаще всего молюсь и говорю о необходимости реформации в православной церкви. Но в реформации нуждается сегодня все тело Христа, так или иначе, все тело Мессии, все тело Христова. И, конечно, мы православные, может быть, долго запрягаем, но я убежден, быстро поедем. И реформация должна прийти, потому что хочется видеть, знаете ли, церковь преображенной. Хочется, как вот словами скажу, великого американского реформатора, значит, Мартина Лютера Кинга. Этот чернокожий баптистский пастор поднял знамя реформации тогда в Америке, послевоенной. И удивительные вещи произошли тогда на самом деле. И Мартина Лютер Кинг, он сказал однажды в городе Вашингтоне на большом собрании, кстати, в этом году ожидается собрание в несколько раз большее, порядка миллиона человек, значит, летом в июле следили за новостями, и это будет, думаю, потрясающе. На сегодняшний день подписалось уже больше полмиллиона человек, заявку подало на эту большую молитву. Слава Богу. Ну, так вот, а тогда было, значит, да, организатором является Джон Хейги, Джон Хейги, пастор, баптистский пастор из Техаса, значит, служение христиане за Израиль. Очень интересное служение, и это будет, считаю, большим пробуждением. Так вот, и интересно тогда, Мартин Лютер Кинг, он говорил проповедь, которую называют с тех пор «У меня есть мечта». Наверное, многие из вас слышали об этом, или что-то читали. Он часто в этой проповеди говорил «У меня есть мечта», «У меня есть мечта», и дальше он говорил свою мечту, «У меня есть мечта». И она вошла в историю мирового христианства, как именно проповедь «У меня есть мечта». Но, слава Богу, что Мартин Лютер Кинг, он не был, знаете ли, таким религиозным Маниловым. Он не был просто лишь фантазером и мечтателем. Знаете ли, Маниловщина религиозная – это страшная вещь. Мы можем фантазировать многое, но вера – это не Маниловщина. Манилов – это уродливая карикатура на действительно мертвую душу христианина, пародия на христианство. У Гоголя очень хорошо получилось показать мертвые души, без Евангелия, без Христа. И сам Николай Васильевич писал, что без Бога – это есть мертвые души. Он мечтал написать вторую часть, именно живые души, именно те, которые Евангелем преображены были. Но, чтобы написать живые души, нужно быть самому живой душою, при всем уважении к светлой памяти Гоголя. Так вот, и скажу, что интересно, что живыми мы являемся, вот когда вера живая в живого Бога. А что, если вера живая? Осуществление ожидаемого, которое вытекает из нашей уверенности в невидимом. Слава Иисусу Христу, друзья мои! И у меня тоже мечта есть, чтобы во многих, может быть даже во всех храмах, так или иначе, во всей Руси, матушке, столько много храмов красивых, слушайте, чтобы звучало красивое Слово Божье, чтобы звучало Слово Евангельское, чтобы священники, тысячи наших священников, московского, киевского, неважно, какого патриархата, это больше политически, чем даже религиозные споры, знаете ли, из пальцев высосано чаще всего. Так вот, чтобы священники наши, чтобы они указывали на Иисуса Христа, не на Матерь Господа Бога нашего, не на других умерших святых, не на ангелов, а на самого Спасителя Иисуса Господа нашего.